Долгие новогодние праздники остались позади, и пришла пора возвращаться в привычные ритмы жизни. Однако в первые дни после каникул многим тяжело сразу начать продуктивную работу. Чаще трудности испытывают те, кто в праздничные дни много спал, ел, лежал на диване и практически никуда не выходил. Первые дни на работе для них большой стресс. Чтобы справиться с ним, психологи советуют ограничить нагрузку и чередовать активную деятельность с отдыхом. Больше говорить с коллегами, если это позволяет, работа, конечно, о том, как вы проводили праздники, какие-то положительные моменты вспоминать. Не так, что сразу, раз и погрузились в работу. Если есть важные дела, конечно, их делаем, но если есть возможность что-то отложить, хотя бы на один, на два, то лучше это сделать и постепенно вливаться в работу. В качестве перекуса в первые рабочие дни специалисты советуют выбрать бананы, сыр или немного темного шоколада. Эти продукты помогают выработать серотонин и снизить уровень стресса. Также стоит задуматься о физической нагрузке, например, ходить на работу пешком и делать зарядку. В среднем возвращение к привычному ритму занимает от двух-трех дней до двух недель. Все зависит от того, насколько активно вы провели праздники. Если у вас, допустим, нет желания идти на работу, да, вот вы проснулись и не хочу, то вообще стоит задуматься, а нет ли у вас выгорания к вашей работе, и стоит ли вообще заниматься этой деятельностью, а может быть задуматься о том, чтобы ее заменить в новом году, поучиться чему-то новому и так далее. Как рассказала Наталья, после новогодних праздников повышается спрос на психотерапию. В каникулы мы много времени проводим с семьей, из-за чего в замкнутом пространстве квартиры начинаются конфликты. Супруги устают друг от друга, родители и дети не могут найти общий язык. Чтобы избежать семейных ссоров до недолгих праздников, психолог советует в течение всего года больше времени проводить с родными. В выходные не бежать друг от друга, а в субботу, воскресенье проводить вместе, находить общие занятия, когда вам интересно все вместе проводить время. Например, все вместе сходить в баню, сходить покататься на ватрушках. Ну, какие-то общие занятия, опять же, эти же лыжи, коньки, совместный просмотр семейного фильма. Даже можно ведь дома включить домашний кинотеатр и посмотреть. Совет на будущее. Отдыхайте правильно. Чтобы уберечь организм, разбейте длинные каникулы на несколько этапов, постепенно приводя себя в норму. К концу праздников питайтесь умереннее. Больше времени проводите на свежем воздухе и пораньше вставайте.